Даже ненастные погодные условия не повод откладывать дела. Для работников Брестского пчелопитомника это такой же закон, как и для их подопечных закон природы. Узнать, как обстоят дела, все ли в порядке, вопрос первостепенный. Но с плохим настроением или еще хуже с дурным намерением, к улью с пчелами лучше не подходить. Этих маленьких чутких психологов обмануть сложно. Я уже работаю более 25 лет. Привыкла поначалу. Страшновато было, конечно, но теперь уже привыкли. Видите, мы даже без сетки работаем. Так уже привыкли. Порода, что пчелы своих знают? Конечно, конечно, знают. И машину знают, и нас дают. Неправильный мед дают неправильные пчелы. Высказывания Винни-Пуха отнести к обитателям Брестского пчелопитомника точно нельзя. Ведь они здесь породистые, благородные, с характером. Карпатка, а именно так называется вид, отличается спокойствием и миролюбивостью. Порода карпатка, вот она миролюбивая, спокойная, не причиняет вреда. Ну, конечно, это надо знать, как с ним обращаться, в какое время, знать их поведение, и тогда получается нормально. Время спаса приходится на конец сезона заготовки меда. И урожай этого года довольно неплохой. По мнению самих заготовителей, в домашней кладовой любой хозяйки мед должен занимать почетное место. Это лучшее лекарство от многих болезней, без побочных эффектов и, что немаловажно, с изумительным вкусом. Освещенное в праздник лакомство бесспорно будет иметь двойную пользу. Мед вроде бы считается такой продукт роскоши. Но это неправда. Его надо потреблять постоянно, потому что он поднимает и сохраняет иммунную систему человека и прочее. И все минералы, все витамины, которые есть в природе, это вот все в нем находится. Традиционно утро верующих 14 августа начинается с молитвы, после которой в храме обычно освящается сладкий мед. Успенский пост начинается с медового спаса, или, говорят церковным языком, изнесения честных древ животворящего креста Господня. Традиция празднования уходит своими корнями в Византию. В 9 веке это был праздник лишь Града Константинополя, а уже в наше время, ну и позже, можно сказать, после этого времени, это уже закрепилось во всей православной церкви. Поэтому вот с тех пор православные люди празднуют этот праздник, первый день Успенского поста, изнесения честных древ креста Господня. Праздник с большой историей сегодня сплачивает тысячи прихожан православных храмов всего мира. Они искренне радуются, что позади остался очередной плодородный год. Это значит, что впереди будет сытая зима, а после – нарядная весна, зарождающая новую жизнь, новые идеи и новые мечты. С веселым настроением, с хорошим. Так что я каждый год посещаю этот храм. Очень люблю мед, а святой тем более, он излечит меня. Да, это своя медовая пасека у меня папа занимается. С замечательным настроением, дай бог, чтобы на следующий год тоже был урожай. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дворд Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.